Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал «Экзегет» поступил вопрос, где граница обоснованного применения насилия при защите государственности? Этот вопрос, ну вот, проносили это, в принципе, не про христианство, и вот это надо понять, с этим надо разобраться еще до того, как проникать дальше, погружаться в евангельский текст. Именно поэтому ответ на этот вопрос, вот некоторый ключевой стих, на который мы можем опереться, я вижу еще до момента проповеди Христа, но при этом стих евангельский. Пророк, притечий, креститель Господень Иоанн, нам в этом помогает. Вот, фигура Иоанна Притечи, она, в принципе, связует Ветхий и Новый Завет. Этот человек, который еще к Ветхому Завету принадлежит, он точно так же, как и все ветхозаветные праведники, умирает и попадает, увы, в пределы адские, потому что еще врата райские закрыты, Господь не искупил своей честной крови. Но уже о нем все, что мы знаем, написано в Евангелии, в Новом Завете. Он крестил Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Но до этого к нему приходили разные категории людей. И вот у евангелиста Луки максимально по пунктам описано какие. Давайте вместе с вами откроем третью главу Евангелия от Луки и прочтем 14 стих. Спрашивали его так же и воины, а нам что делать? И сказал им, никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. Воины, причем здесь в самом широком смысле слова, это не только какие-то пограничные войска, которые выступали против внешних врагов. Это и те воины, которые следили за внутренним порядком, за единством Римской империи, за какой-то там порядком в иудейском царстве, которое такое вассальное было в Римской империи. Но это в принципе для любого человека, который защищает государственность в любой силовой структуре, в армии, в полиции, во внутренних войсках и так далее. Он может этими словами руководствоваться. Причем даны три момента, на которые нужно обратить внимание. Никого не обижать. Если ты делаешь что-то не во благо, а если ты делаешь что-то против кого-то, всегда сатана перетянет и благо подпортится, подкиснет, а справедливость ты не защитишь. Если ты берешь, вот как врач берет скальпель, он делает операцию больному. Не потому что он его ненавидит, он думает, ой, еще один какой-то лежит, надо его снова там, ну сейчас я его там распотрошу, ну достану, вырежем эту опухоль. Нет, он правда беспокоится, у него же там рука хоть и не дрожит, потому что у опытного врача, а у неопытного даже дрожит в сомнениях. Там дальше вести или уже попробовать сейчас при маленьком разрезе уже какие-то другие хирургические инструменты вводить в полость. Вот тем не менее он может вот просто часами сосредоточиться, чтобы максимальную пользу принести, хотя в этот момент он человеку делает больно. Точно так же и человек, который защищает государственность, он точно так же не должен никогда видеть перед собою врага своего личного. Это тебе не личный враг. Это враг действительно там, ну страны. Точно так же вот вспоминаем, у нас же вот вспоминаем нашу Великую Отечественную войну. Конечно, уже вроде выросло поколение безбожное, которое после революции родилось. Но тем не менее вытащили-то войну солдаты-то старые, да, не мальчики-призводники, а вот мужики, которые еще и в Первую мировую войну ходили, да, и газами травились от тех же немцев. И вот вроде их немцы и до этого там убивали их товарищи, и вот сейчас опять эти немцы напали. Но все равно, как мы знаем, что как пленных вели по улицам городов советских, и тем не менее никто не закидывал там помоями, кирпичами. Наоборот, мы знаем историю, да, что там человек взял, поменял там у немца, выменял там какой-то нож на хлеб, а там отец сказал, что ты там голодающего обокрал, по сути. Да, то есть люди все равно, да, вот это вроде враг, который убивал твоих собратьев, возможно, даже мирное население убивал. Но он не враг тебе, это перед тобой человек, перед тобой пленный человек, которым ты должен заботиться. Поэтому вот в атаку идешь или наоборот в защиту, и ты до последнего, да, там вот этих каких-то фрицев стреляешь. А уже перед тобой человек, которого ты можешь именно обидеть сознательно, уже от этого все, христианин, человек христианского воспитания, проживший уже 20 лет в советские годы, все равно от этого зла удерживается. Да, потому что Христос не велит, даже не Христос, а еще до Христа, Иоанн Притеч говорит, не обижайте. И это можно отнести не только к военному столкновению, но и, в принципе, к работе там правоохранительных органов, спецслужб и так далее. Да, что есть, нужно решить проблемы для государства, не нужно обидеть, не нужно унизить человека. Сатана говорит, ну это можно два в одном сделать, как это разделить? Нет, надо, вот как раз есть фраза, разделяй властвую. Разделяй, да, там плевелы от пшеницы Господь призывает разделить. Да, тоже вот мы, когда котлеты, на ней мухи сидят, мы же не набрасываемся на нее, не проглатываем, нет, мы муху прогнали. Точно так же здесь обязательно вот эту никакой, чтобы личной ненависти не было. Да, что тогда ты качественно можешь выполнить свою работу в любой силовой структуре или в любой другой службе или просто свой гражданский долг. Если ты начинаешь ненавидеть какого-то человека, пусть даже выступающего там против стороны внешнего врага, внутреннего врага, то ты уже рискуешь ошибиться. И она тебе будет говорить, нет, ты молодец, ты защищаешь Родину, а на самом деле ты не Родину защищаешь, а ты своим страстям служишь. Смотрим, что дальше там говорится, не клевещите. Да, вот тоже иногда кажется, ну для полиста дела надо там что-то сочинить, сказать, заявить. Не нужно. Правда не нуждается, чтобы ее подкрепляли ложью. Потому что даже если ты возьмешь стакан чистой воды и туда капельку яда капнешь, да, уже, возможно, если будет совсем маленькая капля яды, она будет не смертельной. Но все равно организм тяжело заболеет, вот и как-то будет. Поэтому точно так же и здесь не нужно ради благого дела, там, защиты государства, да, идти на какой-то обман. Здесь мы не говорим, что там шпион должен взять и сразу раскрыть себя. Мы говорим все-таки тоже об обман, чтобы вот какому-то там человеку навредить тоже через какой-то обман. То есть убираем, убираем, кажется, ну вот да, батюшка правильно пояснил, не нужно обижать. А ну так вот взял, слукавил, обманул, где-то там что-то там подписал. И вот вроде говорит, не нужно, не нужна эта клевета. Правда, правда, лучшее хранилище. Вот на правде стоял тысячу лет русский народ. А как на лжи стало стоять, так наша держава и стала рушиться, распалась по вот этим большевистским границам на полтора десятка государств. Поэтому на лжи далеко не уедешь. Адам и Ева тоже им, змеи-то, предлагал на лжи построить счастье. Не получилось, и у нас тоже не получится. И третье, довольствуйся своим жалованием. Потому что когда ты защищаешь, в принципе, уже родину, страну, государственность, если ты в этом будешь искать корыстный интерес, то тебе, ты его будешь оправдывать тоже, что вот нет, на самом деле я не ради денег, а я ради страны, я страну люблю и так далее. А просто вот это в обои церебролюбие двигает. Поэтому тоже, если понимаешь, не, лучше где-то там, вот я готов пожертвовать, там, деньгами, заработками, может, индексацией заработной платы, званием, за которое тоже прибавка к жалу не будет, готов. Ну, лишь бы польза была. Вот если ты и на это будешь обращать внимание, то никогда не ошибешься. И тогда даже если придется брать в руки оружие и врага на войне убивать, то Господь тебя не осудит, а примет в Царствие Небесное. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.